Спасибо. Так, всем добрый день. Сегодня у нас будет, наверное, это уже так будет, как обычно, две презентации, две наших разработки. Начнем с самого вкусного, самого сложного, что нам за последнее время доводилось делать, это сервис Песочница. Название Песочница, это у нас больше рабочие названия. Скорее всего, наши умельцы в отделе продаж будут придумывать что-то другое, что-то наподобие интегратора контента или что-то около этого. В чем суть? Весь контент, который есть у нас в нашей электронно-библиотечной системе, то есть учебники, методическая литература, аудиокурсы, карты, тесты и все-все, что там есть, теперь появилась возможность весь этот контент использовать на ваших собственных каких-либо ресурсах в виде курсов. Ну, здесь я примерно то же самое написал, то есть многие сейчас преподаватели, ну и вообще обучение ведется все больше и больше уклона онлайна. Это нам и пандемия очень хорошо в этом деле подсобило. Поэтому мы идем в ногу со временем и делаем больше для удобства преподавателей, для работы с нашей системой, с нашим контентом. Мы разрабатывали эту песочницу для разных систем и платформ, показывать я ее в итоге после презентации буду на системе Moodle, но и в других системах мы тоже тестировали, все работает. Вот. В чем еще основная суть в том, что весь контент, который сейчас просто на АБС, вы как преподаватель, ну тот, кто подключен к нашей системе, и студенты, они могут видеть только на нашей платформе. То есть для этого нужно зайти, авторизоваться и прочее, прочее. А сейчас мы сделали таким образом, чтобы те курсы, которые преподаватель будет формировать и в них использовать наш контент через систему песочница, может отображаться на других ресурсах, и студенты это могут видеть уже без авторизации на самой АБС. То есть достаточно того, что эта система будет зарегистрирована у нас в нашей библиотечной системе. Как это все выглядит? Ну, основа этого механизма предоставления контента – это специально защищенные ссылки. После того, как вы авторизовались в нашей системе и решили создать какой-либо курс, то есть либо подборку для вашего курса, вы, соответственно, там указываете адрес страницы, на которой будете это дело размещать. Тогда в этом случае происходит прямая связь с нашей электронно-библиотечной системой, и этот контент отображается. Если вы этого, соответственно, не указали или просто взяли ссылку на какой-то учебник, естественно, нигде отображаться это не будет, потому что нам необходима всегда прямая связь и понимание того, где и кто размещает наш контент. Ну, то есть подписчик он наш или нет. Это уже связано с режимом работы с авторскими правами и прочее. Так, продолжаем. Как я уже говорил, что входит во все наши типы этого контента. Это, соответственно, сами учебники, методические литературы, любые книги, карты, которые у нас есть на ЭБС. У нас есть такой раздел, как «Тесты». То есть даже можно размещать по определенному учебнику. Есть тесты, вы можете в своем учебном обучающем курсе разместить этот тест. И студенты могут его там уже внутри вашего курса пройти. Видеоконтент, который представлен у нас, также можно разместить его в своем курсе. Видео, аудиокниги и все, что у нас там еще есть. Количество контента у нас большое, поэтому для формирования полноценного курса всегда можно найти все необходимое. Как его получить, этот контент? Здесь видно, что, к примеру, в книгах, в видео, аудиокнигах рядом с названием есть такой значок. Вставка кода он называется. При клике на него у вас появляется фрейм, окошко, где происходит выбор, в каком виде вы хотите вставить этот контент. То есть, к примеру, если мы говорим о учебнике, вы можете его вставить просто как ссылку на учебник. Ну, к примеру, если у вас в конце курса вы просто решили дать список литературы для студентов, и там будут сразу конкретные ссылки уже на нашу ЭБС, на конкретную книгу, на конкретный учебник, который вы хотите им дать как дополнительное чтение по этому курсу. Второй вариант. Это не просто ссылка, а описание учебника с какой-нибудь выдержкой. И третий вариант, что очень интересно, это сама читалка. Ну, то есть, вся книга в виде чтения может быть размещена у вас на вашем курсе. То есть, никуда переходить не нужно. Студент может полностью открыть и прочитать прямо на странице вашего курса. Также можно, вот как здесь показан, диапазон страниц или отображения, можно выбрать, что отображать. То есть, можно не весь учебник отобразить, а конкретный раздел, конкретную страницу. Так, дальше. Вот как выглядит, соответственно, вот этот вот фрейм, это окошко при клике на значок вставки. То есть, вот это здесь, но на примере карты, к примеру. Вот сама ссылка будет. Будет ссылка на страницу описания. То есть, это будет маленький значок этой карты и ее название, либо описание, которое уже вставлено в саму систему. Либо полный просмотр. То есть, карту можно тоже вставить в виде полноценной картинки. Если она там имеет большой формат, она раскрывается, то это, соответственно, также будет отображаться и у вас на курсе. Также можно формировать свой курс через подборку. То есть, не заходя на конкретную книгу или на конкретную карту, аудиокнигу у нас в системе, вы можете в личном кабинете в разделе «Писочница» через поиск найти необходимый контент. Здесь он разделен на все виды. Вот, например, мы видим, что для примера брали запрос «Греция». Система выдала следующую информацию. Четыре карты, связанные с этим запросом. 100 книг и 6 аудиокниг. Соответственно, можно, отметив галочкой каждый экземпляр, после этого нажать «Добавить в подборку» и все эти книги будут, весь этот контент будет уже в вашей подборке. Дальше уже вы с ней что хотите делать, размещаете в любом виде, как вам удобно. В самом списке вы можете использовать тот другой вариант, при котором, если вы поиском большим нашим расширенным пользуетесь, вы, соответственно, находите необходимый контент, отмечаете его вот так же галочкой, выбираете действие и жмете «Добавить песочницу». Так же это и попадет в вашу общую подборку. Здесь еще раз мы показываем, как использовать код вставки и как это будет, соответственно, выглядеть в итоге. То есть, можно как прямую ссылку и здесь это будет выглядеть вот так вот в коде, либо на страницу описания и тогда вы можете, вот, например, вы пишете какой-то текст вводный или описательный курса и внутри него вы можете вставить соответственно этот код и он будет выглядеть как активная ссылка, это и лаконично, удобно и прямой переход сразу на контент. Ну и вот так выглядит сразу просмотр. То есть, вы выбрали вид сразу просмотр и тогда на вашем курсе, на странице вашего курса будет отображена полностью карта или учебник аудиофайл и никаких переходов обратно на наш ЭБС уже не нужно. Студент может увидеть это все сразу. Так, на этом вводная часть по песочнице закончилась. Я готов перейти к показу, как это работает напрямую на наш ЭБС. Есть ли у кого-то какие-то вопросы по первой вводной части? Если вопросов нет, тогда прошу нажать на огонечек, чтобы я понимал, что я двигаюсь в правильном направлении, мы переходим дальше. Отлично, прекрасно. тогда я начинаю показывать экран. Сейчас мой экран видно. Нажмите тоже на огонечек. видно ли наш ЭБС. Видно. Отлично. Теперь показываю. Вот мы, например, просто зайдем в любой раздел. Неважно. Вот мы авторизованы в нашей системе, где-то находимся, в разделе сервисы. Сейчас, одну секунду. Так вот, есть раздел песочницы. Мы туда можем зайти. Здесь будет показана ваша статистика, как вы ей пользуетесь. здесь видны подборки, которые вы формировали. И небольшая водная часть. Также есть у нас переход на нашу справку. Сейчас мы дождемся, когда загрузится. Здесь есть инструкция, как с ней работать. то, что я вам рассказывал, так скажем, выжимка в кратком виде. Все это здесь есть, все показывается. Если вы вдруг что-то забыли, что-то у вас не получается, вы всегда можете туда перейти, посмотреть, как нужно сделать. Дальше показываю два вида, как с этим работать. сначала мы добавляем подборку. То есть здесь мы делаем, указываем название, ну, например, тестовая подборка. Здесь нам обязательно нужно вставить ссылку на страницу, где размещать вы будете свой курс. В данном случае вот я взял от нашей ЭБС систему Moodle. которая предоставляется всем подписчикам. Вставляем ее сюда. Ну, здесь описание по желанию. Вот наша тестовая подборка. Что мы делаем дальше? Мы можем, например, как первый вариант воспользоваться поиском. Ну, не знаю, введем запрос истории. Соответственно, мы видим все, что по этому запросу у нас есть. У нас есть видео лекции, у нас есть тест, у нас есть книги. Что можно сделать? Можно выбрав книгу одну, вторую, репродукции и так далее. Нажимаем добавить подборку. Теперь у нас все эти книги есть в подборке. Вот они появились в списке контента. Все, что мы сюда будем добавлять по мере того, как мы пользуемся БС. Нужно нам это, не нужно, но в большей степени мы все здесь собираем для конкретной вот этой вот вашей подборки. Что можно сделать дальше? Можно перейти на саму книгу, если нам необходимо вставить полностью учебник. Внутри учебника также есть значок получить код вставки. Мы нажимаем на него, выбираем те параметры, которые мы хотим, чтобы вставить. Сейчас мы, например, попробуем вставить полностью учебник. Вот два вида кода. В виде просто ссылки и виде кода для просмотра копируем его, заходим в наш курс. Вот я создал тестовый курс для песочницы. Вот мы добавляем элемент. Выбираем страницу. Для разных систем может быть по-разному. То есть я сейчас показываю, как это работает в Moodle. Называем тестовый урок. Пусть будет так. В содержание заходим, открываем, чтобы у нас появилась возможность ставки кода, как мы работаем с ним. Вставляем этот код. сохраняем. Ну, можем. Так, вот мы сейчас видим, как у нас уже здесь отобразился просмотр. Возвращаемся мы к курсу. Сейчас завершаем редактирование и возвращаемся в нашу песочницу. Если я все сделал правильно, ну, вот у нас, например, отображается здесь уже весь контент, который мы размещаем. Вот, к примеру, эту чеку. То, что я сейчас размещал, одну секунду, я не совсем, наверное, верно. Вот она история, вот наш абилляр. Абилляр, абилляр. Вот. И, соответственно, студент уже в курсе увидит не только ваш текст, но и внутри может отобразиться полностью весь учебник для его чтения. Либо то количество страниц, которые вы указали. Вот таким вот образом можно любой контент вставить любую систему формирования курсов. Теперь покажу другой вариант, как это можно сделать. Вы можете просто находясь в нашей системе, в нашей БС, во время просмотра или подборки контента. Сейчас у нас подгрузится. Да. Так. это наш. Вот, к примеру, опять же, любой учебник в любом разделе вы можете соответственно в него войти. и вот здесь есть тот же значок по ссылке. Получаем код вставки. Вот он, соответственно, вот варианты, как вы хотите его вставить. То есть, можно не в подборку закидывать, а просто, если вы при формировании курса искали какой-то дополнительный, например, источник информации, нашли эту книгу, сразу вставили, выделили код, если вам нужен сразу просмотр, либо ссылка на страницу описания, либо чистая ссылка, и, соответственно, все. Можно просто даже не выделяя одной кнопкой, одним кликом скопировать к себе. Вот таким вот образом работает наша песочница. Поэтому момент у меня все. Если есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить. Если вопросов нет, тогда жду ваших огонечков, что мы двигаемся дальше, что все вам понравилось. Отлично. Так, ну что, я готов переходить к следующему, к следующей презентации. Так, одну секунду. так, вот, вот она. Это немножко более узкая наша разработка. Но для некоторых это может быть очень интересный момент. Это наш личный кабинет правообладателей. Для чего он изначально сделан и вообще необходим. Все, кто размещает свой контент у нас, то есть учебную литературу и прочее, прочее, для того, чтобы видеть статистику пользования, видеть процесс размещения информации и этого контента, он может воспользоваться этим личным кабинетом. Мы его доработали, так как сейчас мы работаем над наполнением раздела тесты. Мы всех приглашаем к сотрудничеству и для написания тестов по учебникам. Эта работа оплачивается и очень хорошо. Вы это можете посмотреть уже в личном кабинете. то, что я вам сказал, здесь так и есть. Мы необходим функциональный минимум для именно самостоятельного размещения тестов. То есть через эту систему можно не просто отправлять нам файл, а именно размещать и работать с тест-райтером внутри нашей системы. Автор тестов может фигурировать в трех различных ситуациях. Как независимый автор и регистрироваться именно таким образом, как клиент ЭБС, то есть как преподаватель, как пользователь авторизованный и как клиент ЭБС, уже имеющий с нами правовые отношения, как автор, который уже реализовал через наш ЭБС свой если вы независимый автор, то соответственно проходит обычная авторизация, вы запрашиваете у нас авторизацию, наш менеджер создает вам учетную запись правообладатель и передает вам по ней вы уже к нам спокойно заходите. Если вы уже наш клиент как преподаватель, как подписчик от института, университета, то вы можете через меню зайти как правообладатель. И как независимый автор вы уже имеете с нами правовые отношения и дополнительных действий никаких не требуется, можете спокойно пользоваться этим личным кабинетом. В этом личном кабинете отображается перечень договоров, которые мы с вами заключили. Здесь можно просмотреть всю юридическую информацию. Также отдельно отображается перечень контента, который вы у нас разместили, в частности список тестов. И здесь учитываются как тесты, созданные вам в качестве правообладателя, так и в качестве преподавателя. То есть, если вы, например, до этой связки преподаватель-правообладатель уже размещались, здесь все будет отображено, не нужно скакать между разными видами личного кабинета. Вы создаете тест, отправляете его через кнопку заявка публикации, отмечаете учебник, по которому тест был создан, и рубрик в каталоге, где бы вы рекомендовали его разместить. Структурно выглядит он следующим образом. Есть подразделы, все, что вы размещали, личное меню, есть статистические отчеты, раздел для работы с документами, раздел для работы с контентом. Ну и также видно, в каком данной области вы сейчас находитесь. Есть сводные отчеты, в котором вся нужная информация для вас формируется, какие были количество просмотров, какие выплаты по этим просмотрам, скачивания, заказывали ли печатные версии учебников, если мы говорим о них, и так далее. есть детальные отчеты, ну то есть мы тут все переходим уже вот в конкретику, конкретику, а здесь все есть никаких дополнительных запросов, писем, ничего делать не нужно, вы все можете увидеть здесь. Квартальные отчеты у нас здесь тоже можно формировать на любой срок. Документы, весь раздел, весь контент, который вы у нас размещаете. Вот. Соответственно, если это вас заинтересовало, мы будем очень рады с вами сотрудничать. Мы сейчас делаем очень большой упор на формирование пула тестов по учебникам. В первую очередь мы сформировали топ-100 самых востребованных учебников по дисциплинам. Набираем сейчас по ним тесты. Ну и соответственно это не ограничит вас по другим учебникам. Так. Ну, вроде бы все. Всю главную информацию основную я вам рассказал. Готов выслушать какие-то ваши вопросы, пожелания может быть. ну или просто посмотреть на гонечки. так. Ну что, Татьяна, я все подключится. презентации, которые я вам сегодня показывал, вы их можете скачать в разделе файлы. Он выглядит как значок страничка. Могу вам показать вот здесь вот он. Выше в правом верхнем углу он находится. Там есть обе эти презентации. За сим все. Я откланиваюсь. Спасибо большое за внимание. .